Книга «Открытым оком», 18-й том. Вопрос 3251. Тема «Жития». Почему «Жития» так похоже одно на другое? Или такая была жизнь, или по-другому нельзя было описать ее? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Надзирающие за благоприличие в мирском понимании стилизовали «Жития», и составители должны были входить в установленную форму написания. Вот как это выглядит, и это не мое видение, а инструкция на составление «Житий». По-другому написанное, как, например, про жизнь Давида, не пройдет. А география от греческого «святой» и пишу. Научная дисциплина, занимающаяся изучением «Житий святых», богословскими и историко-церковными аспектами святости. «Жития святых» могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения «Жития святых» изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания «Жития». Его автора и редактора, их представлений о святости, спасении, обожении и так далее. В историческом плане «Жития», присоответствующий историко-филологической критике, выступают как первоклассный источник по истории церкви, равно как и по гражданской истории. В социально-культурном аспекте «Жития» дают возможность реконструировать характер духовности, социальные параметры религиозной жизни, в частности и так называемую народную религиозность, религиозно-культурные представления общества. «Жития», наконец, составляют едва ли не самую обширную часть христианской литературы. «Жития» пишутся по определенным литературным канонам, меняющимся во времени и различным для разных христианских традиций. Любая интерпретация житийного материала требует предварительного рассмотрения того, что относится к сфере литературного этикета. Это предполагает изучение литературной истории житий, их жанров, установление типичных схем их построения, стандартных мотивов и приемов изображения и так далее. Так, например, в таком агеографическом жанре, как похвала святому, соединяющем в себе характеристики житья и проповеди, выделяется достаточно четкая композиционная структура. Введение – основная часть и эпилог. И тематическая схема основной части. Происхождение святого, рождение и воспитание. Деяния и чудеса, праведная кончина, сравнение с другими подвижниками. А географической литературе свойственны многочисленные стандартные мотивы, такие, например, как рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм и тому подобное. Подобные мотивы выделяются в агеографических произведениях разных типов и разных эпох. Так, в актах мученика, начиная с древнейших образцов этого жанра, приводится обычно молитва мученика перед кончиной и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного, открывающегося подвижнику во время его страданий. Эта богословская канва мученичества, естественно, отражается и в структурных характеристиках мученических актов, Житие абстрагирует эту схему спасения, и поэтому само описание жизни делается обобщенно-типическим. Эта перспектива способствует развитию витейственного, украшенного стиля житий. Так и хочется составителю про многие жития сказать, Неме 6.8 Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Даниила 13.43 Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злословно выдумали на меня. Сираха 8.12 Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга. Учите удивляться малышей всему, что так привычно примелькалось, не пропустить трезвон мимо ушей и голос свой, что не такая малость. Рассматривая пальчики, суставы, сумейте чувство чуда пробудить. Во всем, везде беззвучные октавы. Проставьте их к удивлению на вид. Ладонь, подошву или же колено Потрогать, как картинку рассмотрите. Разумное всегда великолепно, Зазвучие чудеснейшего ритма. В любое время года или суток Ребенку помогите веки разомкнуть, Чтоб он до старости мог с пузырями гукать. В учебе не потребуется кнут. Испытано не нами, пастушком, Из дома Иесея, младшим сыном. Он пас овечек и ходил пешком. Нам удивление на сотни лет отсыпал. Он слышал проповедь беззвучную небес, И, как вещает мать земля о Боге, Хватался за блокнот, едва успел присесть. Знал тайну скорби, словно жил во строге. Сравнениями сыпал неспроста, Подстегивал себя концом до смерти. Не видя многое, зрек нам про Христа. Тысячелетия его псалтирь не меркнет, Не перестану удивляться снам. Вся жизнь почти что сонные мечтания. При удивлениях осенняя весна, Подсчет талантов завтра и настанет. Ходите в лес с шуршащей листвой, Смотрите перекаты горной речки, Раскапывайте тайну, она за слоем слой. Хвалитесь Господом, иначе будет нечем. 6 октября 2006 год. Игнатий Ваткин.